Ребята, всем привет, коллеги, с кем лично не знаком, меня зовут Южаков Алексей, я руководитель проекта и компании «Промовод», и сегодня я открываю серию вебинаров, которые мы организовали в рамках «Промовод челлендж» с нашим генеральным партнером мероприятия, с национальной тренировательской сетью, и сегодня мы начинаем именно с интро, хотелось бы поговорить, больше рассказать о том, что мы такое придумали, что из себя представляет «Промовод челлендж», почему это действительно абсолютно новый формат, естественно я бы хотел рассказать вам коллеги, пару слов вообще о том, что такое продукт «Промовод», чтобы было понимание, в каком грузовиде, формате мы видим, что будет взаимодействие. Безусловно, поделюсь опытом, что уже может «Промовод», но самое главное, я думаю, что оставлю окончательную часть нашего вебинара, в чем именно может быть полезен для вас такой продукт, как «Промовод челлендж» в виде вот этого «Хакатона». Но я думаю, что мы с интро уже закончили, я смотрю, и количество участников добавилось, поэтому предлагаю как раз, пока люди подтягиваются, начать с того, что такое продукт «Промовод», кто-то с ним знаком, кто-то нет. Думаю, что очень быстро эту первую часть пройдем, те коллеги, которые знакомы с нашим продуктом, думаю, еще один раз услышит, послушает, что на самом деле может «Промовод». И первое, с чего необходимо, конечно, начать, с позиционирования. Это «Промовод» версии 2, сейчас на картинке, в презентации. Мы же сегодня говорим о том, что «Хакатону» мы предоставим коллегам, которые подберем для этого «Промовод» третьей версии, последней версии, но презентацию свою подготовил, в том числе и про версии 2. Опять же, чтобы было понимание, какой функционал от версии 2 мы сохранили. Да, значит, вот один из первых роботов, который мы внедрили в Монкопомпциональный центр города Якутск, он, значит, знакомился с людьми и направлял к тому или иному окну выдачи паспорта. Вообще, кейс «МФЦ» – это один из самых сегодня, мне кажется, потенциально интересных. Все больше диджитализации коллеги стремятся, и в нескольких городах мы уже ведем сегодня диалог, в том числе для внедрения к нового года. Ряд функционалов, много функционалов. Но это и внедрение в «Сбербанк», и в «Вилайне» у нас был новый робот, который спрашивал клиентов, собственно, какой трип у них сейчас и предлагал этот или иной трип. Вообще, отличие второй версии от той версии, которую будем направлять вам, и с которой вы сможете работать, я об этом дальше сейчас скажу. «Софт-девелопер-кит», «Сдк» нами написано, и сегодня мы будем искать команды, которые смогут писать с настоятельным приложением. Но вот в каких направлениях и что мы под этим подразумеваем, я бы хотел на этом еще не буду сквозь всю нашу сегодняшнюю презентацию говорить, и обязательно потом отвечу на все ваши вопросы. Хочется поделиться тем опытом, как мы уже внедряли промо-бор второй версии, который вы получали. Может быть, это вас не толкнет на какие-то собственные мысли, а может быть, у вас есть уже точно свои решения. Итак, вторая версия промо-бор отличается от третьей, которая будет говорить про бизнес, про индивидуальные кейсы применения. Вторая версия – это робот для вау-эффекта, робот для энтертейнн, робот, которого задача главная – привлечь внимание. Но он с этим, собственно, безусловно справляется, вокруг него всегда большое количество людей, и этим нужно пользоваться. Человек мимо не пройдет, голову повернет, подойдет к роботу, просто диалог поддержит. Поэтому первый функционал – это, конечно, промо. Второе, я уже говорил, например, в Beeline или в каких-то других сфере услуг он может консультировать. Вторая версия поддерживает сегодня диалог в уровне скриптов. То есть вы выбиваете вопрос, который может робот услышать ответ, который должен произнести робот. Там есть работа с лингвистической базой, с якорями. Обо всем этом наши специалисты будут рассказывать тем командам, которые с нами будут взаимодействовать. Третья же версия отличается от второй еще и построением нейронной модели знаний. А фактически мы сегодня разработали фейнборг, когда можно в него некий сервис загружать, некий данные, и комокод начинает в третьей версии ориентироваться в этих данных. Итак, второй кейс – консультант. Третий кейс, где использовался в два рода промо-код V3, прямо это целенаправленный нейтробизнес. Это кейс навигации. Мы его сохранили. Здесь важно отметить, что на большом промо-боте версии 2 экран ваша, он может показать, где вы находитесь, если вы его спросите, как прийти, не знаю, к гейту тому или другому. Он может показать на экране, и потом спросить вас, хотели, чтобы он вас проводил. Если да, вы следуете за ним. Но здесь про отличия. Третья версия уже будет существенно быстрее перемещаться. Да, ему сможет перемещаться быстрее скорость человека, скорости пешком, не спеша. Значит, и вторая часть, третья версия роботов сможет автономно подъезжать к зарядной станции, когда в этом есть необходимость. Вторую версию те, кто сталкивался, знают ее необходимую, почему им все-таки позволяет перемещаться настроение. Третий кейс, как мы применяли все это время такую версию, это Entertainment, я уже правильно сказал, то есть он может рассказывать анекдоты, показывать видеоматериалы, картинки, отвечать внимательно на запросы и, конечно, печатать фотографии. Этот кейс мы специально оставили в третьей версии робота. Третья версия роботов тоже снегжена Виктором и сможет печатать фотографии, сам фотографировать камерой и тут же предлагает распечатать на месте или отправить вам на почту. Здесь коллеги готовы заработать внимание для вас, мы сейчас будем это обсуждать совместно, но о тех возможностях, которые заливают вообще печать фотографии, на самом деле это брендированная фотография. Т.е. клиент, который приобретает робота и акцию, пиар акцию, который проводит робот, то он печатает, я не знаю, комобот, кока-кола, билайн и т.д. и человек не подлет, но он себя не выкидет, а вместе со своей фотографией несет этот роботик домой. Но немножко пошли дальше, я вот тут часто говорю, фотография печатается на 40 секунд, и эти 40 секунд ваши, потому что робот уже понимает, кто перед ним стоит, мужчина, женщина или ребенок, и может на экран увидеть именно тот или иной контент, в зависимости от того, кто является в данный момент аудиторией. Кто-то человек, мужчина, женщина, сейчас не говорили в данном случае, мультик, товар для мужчин, на женщин, и в нем, и т.д. Пятый кейс – это анкетирование, он может стоять только в этом кейсе или периодически его подключать, это вопрос обратной связи, когда робот спрашивает – окей, хорошо, то же самое, что знаете, вам дают анкету, девушки или молодые люди в магазине говорят – запомните, пожалуйста, карту получить, вот этот функционал абсолютно точно вы можете выполнять робот, скажите, пожалуйста, как вас зовут, меня зовут Южиков Алексей Александрович, скажите телефон, e-mail, при этом сделать фотографию, и предложить снять 15-секундное видео, где вы можете искренне рассказать обо всем, что вам понравилось и не понравилось, в этом магазине, в таком центре, где он стоит, и потом к этой анкетке подкрепляет прямо этот видеофайл. Для маркетологов обычно это дополнительная ценность, которая не очень ценится людям. Но здесь хочется сказать, что роботу из нашего опыта не чаще, чем людям, не реже, но и не чаще, чем людям, удается добиться персональной информации – контакт, телефон, тем более софт или почта, хотя, безусловно, оставляют тоже. Но те, кто не хотели оставить туда люди, он, скорее всего, их не оставит. А вот на 15-секундном видео, которое он предлагает снять и сказать все, что вы думаете, люди на самом деле раскрываются полностью, и все, что их тревожит, смущает, нравится, не нравится, что они занимаются на магазине и рассказывают, рассказывают. Смотрите, коллеги, сейчас хотел бы немножко сделать отступление для того, чтобы сформулировать, как я вижу сегодня, вообще наше общение и вебинар. Для меня очень важно сегодня сформулировать этот челлендж, потому что этот челлендж не только для вас, коллег, для тех партнеров, которые могут в нем участвовать, но и, безусловно, для команды «Промоборк», потому что мало того, что никто никогда подобного нового предприятия не говорил, так еще и задача настолько обширна, которую мы сегодня хотим реализовывать вместе, что я бы хотел больше слушать, в том числе, обратную связь от вас, безусловно, поделюсь всей информацией, которую вы делаете сам, но что точно бы мне не хотелось, чтобы вы от нас ждали какой-то инициативы, что мы будем ставить задачи, хотя будут и такие кейсы, что должен делать робот, которому он направлен, и так далее. Мы как раз очень бы хотели создать такую среду промобор-чаллендж, где люди креативят, где люди понимают, как можно заработать деньги, где люди пишут код для робота и, опять же, начинают коммерциализировать. Мы об этом чуть позже еще тоже расскажу, а отступление это связано с тем, что сейчас я перехожу как раз рассказывать про третью версию робота. И здесь очень важно, на мой взгляд, чтобы каждый из вас сейчас услышал отличия от второй версии, как мы его позиционируем по-другому, какой у него другой функционал, и с чем вам придется в случае отбора 10 команд работать, и что мы от вас ждем. Так вот, самое главное, промобор третьей версии – это робот уже не для интертеймента, мы так видим. Это робот, который призван решать определенные бизнес-задачи того или иного бизнеса. Ну, или, может быть, не бизнеса, а организации, да? Это же новый функциональный центр. Вся, например, вкладывающий паспорт, пенсионный фонд, оформление договоров. Про каждый из этих кейсов я отдельно рассказываю, но самое главное, что хотелось бы, чтобы вы, возможно, где-то придумали, додумали ваши воли, возможно, которые вы знаете из клиентов, потом будем реализовать с помощью нашего решения. И так, третья версия робота – это уже, как я уже сказал, робот для бизнеса в первую очередь. У него действительно есть существенное отличие. Он, во-первых, подстраивается под рост человека уже, а это, на самом деле, много больше интерактива с ним. У него есть возможность невербального общения. Руки полноценные, которые, значит, могут двигаться в пяти степенях свободы. Датчики прикосновения к руке. Он может руку нажимать, в том числе вы чувствуете, когда его обнимают. Значит, он может вести, в отличие от второй версии беседы, уже с несколькими людьми одновременно, при этом переключая свой взгляд на одного или второго человека, обращаясь к нему. Все те же сервисы – распознавание лиц, значит, распознавание голоса. Что добавилось? Автономное перемещение, подъезд автономной зарядки, я уже говорил. Но мы встроили сюда естественный функционал, который позволит автоматизировать большую часть бизнес-процесса. Это терминал оплаты. Из него прямо в презентации или в презентации усколка или дворка, если вы видели. Терминал оплаты выезжает. Это может быть оплата, не знаю, любой картой. Значит, это может быть чекопечатающий принтер, который человеку лучше отдает. Это печать фотографии, которую мы в том числе оставили, потому что это очень популярный кейс второй версии. Значит, у него есть движение корпусом вперед-назад-вбок. Постройку подростка я уже сказал. У него достаточно серьезная, хорошая по качеству камера. Об этом я тоже дальше расскажу. И что бы хотелось бы сказать, что если кейс, который вы придумаете, я бы перехожу в самому челленджу, но сформулировать в следующем образом. Если кейс, который вы придумаете, будет требовать некой, может быть не только софт-вэрной разработки, но и с точки зрения фарт-вэра какой-то, значит, инсталляции, будь то сканер карточек, например. Мы столкнулись с этим одним из ритейлеров, когда работали по карточкам дояльности, нас попросили строить робот, который не может сканер. Это все возможно, потому что мы производим роботу полностью самостоятельно сами, впереди, и когда вы будете высказывать свои идеи, в том числе не хочется вас ограничивать даже в самом деле какой-то аппаратной составляющей, потому что если кейс окажется нам пределанным и интересным, то мы его услышим и подготовим нашим роботу с тем или иным, в том числе набором оборудования специально для вас. Или обсудить с вами, что вы можете установить это оборудование где-то там у себя самостоятельно. Но это мы будем обсуждать индивидуально. Да, перебежная платформа. Значит, что здесь еще стоит сказать, пока помню, аналитический отчет, как вы видите, он стал все больше популярным, и когда мы даем доступ к нашим заказчикам сервису, и они смотрят в режиме онлайн, отчеты, как много людей общались с роботом, о чем они чаще всего его спрашивают, кто эти люди, мужчины, женщины, дети, примерный возраст. Значит, самые какие-то слова матери, которые максимально часто поменялись, и так далее, и так далее. По дням, по суткам, по часам все это в аналитике разносится. И еще функционал телеприсутствия здесь реализован. То есть здесь вы видите, значит, камера, которая позволяет, если так говорить, вы наверняка знаете, что есть робот автономный, есть робот телеприсутствия. Так вот, у нас робот автономный, но для заказчиков, которому необходима телеприсутствия, такая возможность есть. У нас разработан топ, когда они могут через компьютер или телефон выходить, управлять роботом дистанционно, находясь в другом месте, при этом общаясь с клиентом, находясь на экране, впоследствовании сип-телефонии, скайп-звонка. Об этом еще стоит сказать очень часто, когда робот разрабатывает тот или иной скрипт. Например, приветствие человека, точнее его потребности, зачем он пришел. Я буду подать конкретные кейсы рассказывать. В определенный момент у заказчика прямо есть понимание, что в этот момент необходимо позвать человека. Такой функционал, у кого-то тоже предусмотрен, кто-то нажимает кнопку, или человек появляется на экране, или ему звонить телефон, ему сообщают, что необходимо как можно быстрее прийти в продукт. И может ли это клиент заказчик. Вот это вот кратко о функционале. Тут же еще, пока помню, хотел сказать, что печать фотографий в чекопечатающих принтер функционала позволяет много, больше развить возможности, в том числе, печатать на этой же бумаге, на этих же принтерах, например, в рейджинг какое-то мероприятие. Я буду дальше рассказывать, как один из примеров, как можно использовать третью версию и написать «СОП», робот-консьерж, торговый центр, бизнес-центр, или на какое-то там мероприятие инновационное или инновационное или другое. Он может воспользоваться, знакомиться с людьми, и в том числе печатать в рейджинге. Да, и заканчивая первую часть, которую я посвятил интро, продукту, введение в него, я бы хотел вот таким слайдом, наверное, это самое главное из первой части, введение итогов, на чем я хотел вместе с вами сконцентрироваться, где мы и к чему мы хотим прийти. Мы сейчас в версии 2 эту интертеймент, а задача наших как производителей стать таким универсальным производителем универсальной кофтизированной платформы. С помощью интеграторов, которых мы сегодня где-то обучаем, где-то выращиваем, где-то находим с готовыми компетенцией, им как раз отдать наводку внедрения этих работ в ту или иную сферу применения. Ну вот, например, у нас есть такой партнер, который, например, на себя забирает сегодня сферу работы в центрах стоп-защиты в одном из городов. Он точно, у него есть программисты. Он знает отлично тему, связанную с работой скриптов общения с пожилыми людьми. Он знает существующие бизнес-процессы, которые сегодня происходят в этих центрах стоп-защиты, когда люди приходят на терминале, выбирают ту или иную услугу, знают те проблемы, которые не сталкиваются люди, когда его сформулируют потребности, вызывают помощников и так далее. Он точно думает, у него есть компетенция по программированию, у него есть понимание, как построить бизнес-процесс, он посчитал экономику в другую компанию. И вот это для нас тот самый идеальный интегратор, в котором мы сегодня очень рассчитываем, что те 10 команд, которые мы отберем, превратятся в будущем или в таких интеграторах, или в самостоятельные бизнес-единицы. Да, и вот этот промежуточный этап, когда мы переходим от интертенера к универсальной платформе, безусловно, часть какой-то задач мы реализовали сами. Этим опытом мы поделимся, такие как кейс внедрения в Сбербанк, кейс внедрения в ритейл, в пенсионный фонд и так далее, для того, чтобы показать, как это происходит обычно, и, может быть, ответить на какую-то часть наших вопросов. Да, то, собственно, о чем мы говорим, и мы видим, где в первую очередь искать интеграторов, хотя, наверное, неправильно говорить в первую очередь, а то, что мы видим, было бы очень здорово, если бы вы нам предлагали, в том числе, другие варианты. Это точно не может только сюда, да, консьержи, продавец, промоутер, консультант косир, продавец цветов, работник салона связи, работник торгового центра, музея. Это будет, кстати, кейс буквально на следующей неделе, в течение следующей мы запускаем музей с современной историей России, первого робота, который будет оказывать функции для гида, экскурсолога. Об этом тоже чуть подробнее. Наша задача должна сократиться до неокра, поиска лучших решений, для того, чтобы давать вам возможность все больше креативить и выполнять те или иные задачки клиентов. Ну и в будущем, конечно, сейчас у нас уже есть понимание, как на этом можно зарабатывать нам, продавая эту платформу для таких интеграторов, для ваших заказчиков, вам как интеграторов, которые будут писать софт для промо-бод и внедрять его в тот или иной бизнес. И, конечно, в будущем это такой аналог, полушуточно назвали его бот-сток какой-то, когда в том числе в этом магазине появится и ваш кейс, который вы реализовали, и любой покупатель нашего робота просто может за ту цену, которую вы назовете, скачать себе обновление промо-бода. Если вчера он был экскурсоводом в музее, то послезавтра, возможно, будет капитаном в банке или, не знаю, продавать кроссовки Adidas или еще что-то. Дальше я бы хотел, я закончил на этом первую часть, такую интро-бодную, дальше у меня буквально три слайда по непосредственному промо-бод-челленджу. Как мы это видим, какие задачки мы хотим ставить, организационно, какие этапы будут, и закончить третью часть будет практическими применениями, поделиться своим опытом, чтобы, может быть, подтолкнуть вас к каким-то идеям, чтобы вы хотели реализоваться. У меня здесь сейчас один вопрос между этим первым и вторым опытом. Все ли еще здесь? Продолжаем. Вопросы сейчас или в конце будут звать? Хорошо. Я так понял, все придерживаются просто, в конце пообсуждайте по отличательным вопросам. Принято. Коллеги, тогда продолжаю про непосредственно промо-бод-челлендж. И здесь я уже первую вводную часть сказал. Для нас это такой класс, я думаю. И первое, на чем я здесь хотел акцентировать ваше внимание, что не бойтесь креативить, не ждите каких-то готовых решений. И это хакатон, на который у вас будет достаточно большое количество времени для того, чтобы реализовать все ваши задумки и идеи. Я просто сейчас буквально рискаю наш замечательный лейтлинг. Тут, по-моему, обо всем есть информация. Но я хотел бы остановиться, наверное, как раз на контракты разработки собственной бизнеса и международного соревнований. Здесь пару тезисов. Мы действительно сегодня собираем команды, команды, еще раз, для нас там компетенции, которые мы хотим найти. Это как людей, которые непосредственно смогут ходить, так и, конечно, людей, которые смогут скреативить, понять, какой еще бизнес можно это внедрить. Возможно, даже договориться с заказчиком, значит, быстро и, собственно, такую предпринимательскую ячейку в этой части. И в этой части у нас там ряд таких бенефитов, как мы считаем, для тех, кто придется на метод хакатон. Здесь я хотел бы остановиться. Во-первых, это контракт на разработку. У нас достаточно большое количество роботов уже продано. Даже второй версии их около двухсот. Третьей версии – сорок роботов уже готовятся. Еще примерно в преддоказах. И, конечно, для вас, а в том числе, рынок тех людей, тех компаний, для которых уже, априори, может быть интересен тот софт, тот функционал, не знаю, те возможности, которые вы разработаете для полного года. Это тот рынок, который уже есть. Поэтому мы готовы для тех, кто разработает. Мы сейчас не готовы определяться с количеством. То есть 10 роботов мы направим по стране. И все интересные из этих сетей кейсов, если они покажутся нам интересным, мы готовы предложить контракт на разработку для того, чтобы внедрять эти сервисы в наш прайс-лист, для того, чтобы знакомить с людьми, для того, чтобы знакомиться с этим предложением в сетей 200 и плюс компании. Значит, второе направление, которое мне кажется, что тоже может быть интересно для коллег, которые поучаствуют с нами, это собственный бизнес. Мы готовы предусмотреть индивидуальные условия для коллег, которые придут за второй тур, предоставление роботов. И для вас, как мне кажется, это возможность устраивания собственного бизнеса. Это может быть аренда, это может быть внедрение робота как раз в индивидуальный кейс применения, в банк, в торговый центр, в какой-то МКЦ, туда, куда сами решите его внедрять. Тут модель монетизации вы разрабатываете сами. Это может быть ежемесячная оплата со стороны заказчика. Мы же, со своей стороны, готовы здесь поддержать роботов на очень-очень высоких условиях и, конечно, нашей поддержкой первого внедрения, возможно, сервисом и тем, что будем за вас перед доказчиками говорить о том, что вы наш официальный партнер. Поэтому вот второй вариант – это выстраивание собственного бизнеса. Здесь хотелось бы, конечно, чтобы у вас была команда укомплектована не только разработчиками и программистами, но и человек, и CEO, который отвечает за взаимодействие с заказчиком, финансовый монет, просчитывая и так далее. Ну и для меня, конечно, наверное, одно из самых интересных, таких, один из самых интересных бенефитов, я искренне в это верю, хотел бы не остановиться сейчас, это международные соревнования. Про этапы у нас, я чуть дальше буду говорить, но здесь хотел бы сказать, что те 10 роботов, которые мы направляем по стране, для тех 10 команд, которых отберем, они превратятся через 120 дней, когда мы, значит, отсматриваем кейсы в 5 победителей, которых мы привезем в Москву. И в рамках трехдневного хакатона, совместного уже со Сбербанком, у нас предположение, что, возможно, это будет даже в рамках большого международного форума в Сочи, мы проведем вот такие соревнования, куда, с одной стороны, где мы выберем трех лучших среди этих пяти, это будет в виде такого шоу уже, значит, там будут номинации, в определенных общениях, где ты, значит, фидерабилити, об этих номинациях, условно, заранее узнаете, но самый главный победитель в этих соревнованиях сможет представлять промо-бот и Россию в международных соревнованиях, впервые проводимых в России по сервисной робототехнике в мире. У нас сегодня есть все, и мы уже в процессе, мы договаривались, что так же, как на ДАФ по работе, приезжают в США, Киба-Колу, не знаю, в Швейцарию, в конце этого года, в начале следующего, мы сейчас, да, проявляемся, будет уже такие международные соревнования, куда приедут все ведущие работчики в сервисной робототехнике, как раз, значит, соревновали, ну, устраивали соревнования на определенных организациях, и вот победитель среди этих пяти, значит, команд, будет представлять нашу команду и Россию на этих соревнованиях. А перед этим это будет, думаю, что, скорее всего, в Сочи, в фестивале в районе сентября, в сентябре или в октябре мы проведем внутренние российские соревнования, как раз пять победителей из унивых коллег, которые принимают участие в ученичных проектах, тоже в виде большого мероприятия. Дальше про этапы, мне кажется, здесь достаточно подробно все описано на сайте, вы подаете заявку, очень важно отразить в заявке обратную информацию, чтобы с вами могли связаться, количество человек в команде и организацию, которая для нас это важно, мне кажется, не надо будет, но не будет, если вы понимаете, это не то, что поручиться, а на площадке которой, не коммерческая организация, а на площадке которой вы будете разрабатывать тот или иной кейс применения промо-вод, работать, собираться с командами. Для нас очень важно здесь, чтобы от этой организации было официальное письмо вам из промо-вода, что вы действительно команда, которая не просто запустила на генеральный регион, которая может быть в том, что, может быть, от этой организации, которые будут в том, что, может быть, от этой организации, а на площадке, которая была в том, что, может быть, от «Откадзр», декората, технопарка, инкубатора и какого-то другого некоммерческого учреждения, которое, по большому счету своим письмом декорирует нам свою заинтересованность и, самая главная, сохранность того робота, которого мы вам направим во начало лета, в мае это будет, значит и Да, помимо этого, пока у нас идет сбор заявок, мои коллеги будут с вами связываться, где-то я буду звонить. Для нас это очень важно, оценить адекватность команды, есть ли идеи, есть ли закрыты ли все компетенции, возможно, опыт даже практически, поэтому мы по такому пути идем быстро и быстро. Быстро и звонок для того, чтобы первое мнение сформулировать, ну а дальше будет личное общение с каждым из вас. И на протяжении всего этого времени мы с нашим партнером подготовили серию вебинаров. Сегодня Ялтково, я думаю, что будут коллеги еще в области киберфизических систем что-то рассказывают, значит, будет понятная рампотехника, сервисная рампотехника, вообще предпринимательский опыт и так далее. Очень рассчитываю на то, что эти вебинары будут полезны для вас. Закончить, ну вот здесь написано с руководителем компанией PromoBall, я думаю, что это будет от нас целая команда и CTO, и тот, кто за маркетинг отвечает, конечно, я, для того, чтобы оценить предварительно ваши заявки. Да, 10 лучших команд получает у вас роботов на 120 дней и сможет реализовывать тот или иной индивидуальный кейс применения, о котором я говорил, или какую-то работку в течение этого времени проводить. Здесь, на самом деле, не очень хочется в чем-то ограничивать. Ну и пятая точка, финишная, хотя будет еще раз международное соревнование, но Хакатон сам, по-моему, челлендж заканчивается. Я был очень Хакатоном, Дэна Дэй. Еще раз повторюсь, мы его хотим сегодня провести в Сочи на фестивале молодежи в октябре, возможно, это будет раньше. Это будет целое событие, значит, со своим регламентом и с тем, в каких направлениях это стоит за эти три дня создать тот или иной кейс. Да, значит, здесь вы можете скачать уже СДК. Единственное, я сразу, на опережение, я видел часть вопросов, могу сказать, что мы сознательно на это пошли. Как такового, там, софта той имитации работы робота у нас на сегодняшний день нет, мы понимаем, что его нужно делать, что мы бы смогли так намного больше, конечно, охватить людей, команд. Но это наш выбор, который мы сделали, возможно, в будущем будет и такая возможность. Но по факту сегодня применять СДК, смотреть реакцию робота, программировать его, отрабатывать те или иные движения, программировать общение, разрабатывать свой ИКТ. Объективно, есть возможность, только если вам придет робот, только тогда вы сможете с этим разорваться, конечно, ресурс какой-то на разработчику, чтобы объяснить, как с этим работать, потому что есть техническое описание достаточно полное. Но, вот, забегая вперед, я отвечаю на вопрос, можно ли, не имея робота, СДК что-то интересное сделать. Наверное, можно, но еще раз для этого нужна модель, которая в сегодняшний день не разработана. А вот, когда вам придет сам робот и СДК, все возможности возбудут на руках. Реальное сопряжение с крупным производителем сервисных роботов, наши партнеры. Очень важно, чтобы вы смогли максимально полно, с одной стороны, и интересно рассказать о своей идее. Потому что, если у вас сильная команда, есть и те, кто будут кодить, и, не знаю, те, кто за маркетинг отвечает, и вообще даже заказчики стоят, а вдруг мы ее по глупости своей не воспознали, как идея, что она очень интересная и потенциально емкая для рынка, очень обидно будет, если идея СДК была хорошая только потому, что вы ее не раскрыли, не описали, не доказали, что она ключевая, мы вам не направим робота, и так это и останется идеей. Поэтому, пожалуйста, мы здесь, опять же, не встали никаких жестких рамок. Это может быть письмо описания вашей идеи на наш сайт, промо-буд-челлендж, собака промо-буд. Это может быть письмо в активности нам или нашему партнеру национальной предпринимательской сети. Это любой канал может быть, это может быть презентация, письмо, какая-то схема описания. Все, что вы считаете, поможет вам донести до нас ту самую вашу идею, уникальную интересную. Здесь же, здесь же, коллеги, сейчас тоже немножко интересно, перед последним блоком, а последний блок как раз будет про то, что мы сегодня делаем из практических кейсов применения. Я бы хотел сказать, что есть среди наших партнеров уже сегодня потенциальные заказчики, ну, есть и фактические заказчики, которые готовы у вас, как у команды, заказывать уже сейчас под конкретный свой промо-буд тот или иной кейс, и мы их на сайте будем выкладывать. Так и потенциальные. Так вот, из практических, сразу, да, кто-то, может быть, себе отложит, из участников сегодняшнего вебинара, такой плюсик для вас будет, например, мы подписали уже договор с одной из приоперских компаний Москвы на то, что они, значит, приобретают промо-буд и одной из компаний, которым, значит, одной из компаний на промо-буд и человек говорит, робот будет представлен как раз на написании их кейса. Описание этого кейса, он там и строительная область, это не с риэлторством связан, компания оттуда, но очень четко там описано, что должен он делать. И, соответственно, мне кажется, что вот такие заказчики, они очень интересные, например, м-видео мы сегодня ведем переговоры о том, что они тоже подключатся к нашему мероприятию, у них там не своя задачка, чтобы робот консультировал, когда о гаджетных магазинах. Тоже описание, какой задачки вы найдете. Важно понимать, что, с одной стороны, мы говорим про робот-черлендж, хей, давайте покреативим, подумаем вместе, что мы можем еще сделать с промо-будом такого интересного, что, возможно, будут покупать наши существующие и новые заказчики. С другой стороны, еще раз, да, у нас есть заказчики, которые уже сегодня с нами и готовы предоставить своего промо-бота на прокачку той или иной команды. И здесь хотелось бы описать те бенефиты, которые в одном случае получили. Если кейс, который понравится заказчику, вы написали, он его, значит, приобретает, вы этот сервис курируете, идете, заключаете с ними контракт на абсолютное желание. Для вас это заказчик, который на этом этапе уже готов платить за вашу разработку деньги, для такого заказчика искать не надо. Вот такие заказчики, думаю, что в течение всего времени проведение промо-буд-черлендж будет понемножку, понемножку тем, кому интересно тоже появляться на нашем сайте. Ну и еще один из потенциальных интересных заказчиков, я не хотел сначала про это говорить, но что уж там, по секрету, всем тем, кто сегодня, значит, у нас на вебинаре расскажут. Буквально встреча будет просто завтра. Думаю, что если договоримся, выложим об этом релиз отдельный. Но, значит, компания Blackstar изъявляет желание сегодня поучаствовать. Вместо с нами кто знает, в частности, речь идет про Blackstar бургер на Ашбате. И мы сегодня с коллегами говорим о том, чтобы робота инсталлировать туда. С одной стороны, он может принимать заказы, принимать оплату, общаться с людьми. Но самое интересное, то, что вы сегодня хотим вам предложить, я сразу команды советую, кому интересно, в эту сторону тоже думать. На самом деле, промо-боджи может общаться с тем контентом, который в него загрузили. Вторая версия, третья версия, просто не структурированные данные можно загружать. И вот у нас есть идея, не знаю, если вы ее подхватите, и нас поддержат коллеги из Blackstar, он может общаться релевантно, отвечая на вопросы посетителей, клиентов, но текстами песен, я не знаю, Тимати и других его коллег из Blackstar. Это очень интересно, потому что, с одной стороны, это безусловный вал эффект, а с другой стороны, это то, что вот очень рядом с точки зрения. И опять же, если ваше предложение и ваши способности это позволят реализовать, то это нужно будет курировать, ввести, это постоянный сервис, разработка и понятный бизнес-кейс с понятной оплатой. Это вот то, потенциально. И вот такие кейсы, мы уверены, что они будут появляться. Теперь у нас осталось совсем немного времени. Я очень быстро расскажу про те практические кейсы, с которыми мы, например, столкнулись, и что вас, может быть, с одной стороны направить, на какую сторону народу, чтобы вы подумали, что это будет сделано. Ну, первое, это большой-большой кейс применения промо-пот в банковской сфере. И здесь, конечно, весь его функционал раскрывается. Достаточно сказать, что только для Сбербанка мы сегодня разрабатываем 7 индивидуальных кейсов применения. Это касается и маркетинга активности на мероприятиях, как он должен помогать кибербезопасности. Это касается работы от розницы, в тех сперманковских отделениях, в которых вы привыкли, если туда ходите, вы можете приходить. Возможно, невозможно, а если пилот придет хорошо, по пяти направлениям скоро будет работать, надеемся, промо-пот. Да, и здесь, конечно, и вывод информации на экран, пошаговая инструкция, вы все сегодня знаете, что нужно прийти, и часто есть сомнения, что именно нажать. Система управления электронной очереди это называется, да, не инсталива. И, конечно, прием платежей, с выдачи чека, и работа с очередью. Люди, когда сели уже, взяли свой талончик и сидят в очереди, ждут, с ними бы хорошо поработать, узнать, с какой целью они пришли. А еще лучше попросить и сделать ряд действий, которые так или иначе будет делать человек в окне потом. Для чего? Для того, чтобы сократить количество операций этого человека в окне. Он может уже узнать, как его зовут, какой операцией, что ему необходимо сделать, за что оплатить. И, собственно, когда человек проходит в окне, он может только касаться проговора. Ну, оплата услуг каких-то, консультант. Опять же, если, по-моему, понимает, дошел до определенного момента, опрос осуществил, дальше он уже на консультате человека, уже консультанта, он выводит его на экран, у нас там есть кейс, или вызывает его прямо к той точке локации, где стоит на мобок, потому что пришел человек и проконсультировал уже точно лично человека, какая-то отклейка. Интересный кейс, про который я тоже говорил, навигации. У нас для этого и ядарно инсталированы, и ультразвуковые датчики, и датчики, по которым мы карту рисуем сегодня. Сегодня есть и аэропорты, и большие площади, на которых необходимо оказывать навигацию. Могу сказать, что в нескольких ритейлах мы такое сейчас наполняем, ну и не только, еще и есть у нас учреждения, которые для себя навигатор рассматривает. Точно так же показывают на экране, значит, куда стоит, где вы находитесь, куда вам предстоит найти. И если вы говорите, да, окей, он вас там провожает в той или иной локации. Кейс помощник навигации уже сказал, что на этой же платформе на базе этого кейса построен межридный скупсовод Музея современной истории России. Когда он ездит по точкам, на каждой точке подключает соответствующую лимфтическую базу тому или иному эстаматуру, отвечает вопросы по нему. При этом он может быть больно, и темы еще спрашивают, и тогда я не знаю. Значит, робот-консьевр, что, о чем мы говорили, для нас это, наверное, один из самых интересных кейсов, до которого пока у нас, по большому счету, не дошли руки наших разработчиков. Для нас это интересно, будем рады, если какая-то из команд реализует конкретного заказчика или просто для нас, как потенциальных заказчиков. Я уже описываю разные варианты, возможно. Но здесь хотелось бы описать, не нужен сегодня человек для того, чтобы пропустить вас на именно мероприятие. и зарегистрировать там в отеле или пропустить в бизнес-центр. То есть вы приходите, первый раз знакомство, он запоминает лицо. Есть история здесь по-разному, и нам предстоит вместе с вами пройти. Он может посканировать сканер с помощью соответствующих серб, посканировать паспорт с помощью специальных сербисов, которые сегодня есть, через камеру. Он может иметь рядом специальный сканер паспорта, по-разному может быть сохранить эту историю. И все. А в следующий раз, когда вы приходите в бизнес-центр или в отель, он вас узнает, или он уже говорит, «Алексей, здравствуй!» Тот же номер, я не знаю, обратите, тут же оплачиваете. Здесь очень важно, чтобы было взаимодействие с существующими сервисами, СРМ, 1С, какими-то другими, когда и это вот программистом предстоит писать, когда он понимает, какой есть список на доступ, потому что вы пришли. Даже если он вас узнал, он может включить списком, но я вот не знаю, на фигуру прихожу, я просить венчерную компанию, он меня уже знает, но списков меня нет, потому что он тут же посмотрел. Да, соответственно, он предлагает на выбор позвонить человеку, соответственно, он сам набирает телефон, у человека в телефоне воздается голос-помога, если вы хотите пустить, нажмите 1, если вы хотите отклонить, нажмите 2, если человек 1 нажал, то отправляется автоматический сигнал на систему контроля управления доступа, он вас пускает, при этом вы сохраниваете в журнале посещение, кто вы, фотографии, время, когда вы начали и так далее. Для этого не нужен человек. Все то же самое можно делать и на всевозможных мероприятиях, печатая бейджи, из робота анеобалду, лиц, значит, человек может второй день, второй раз прийти на это мероприятие, он уже вас узнает, не нужно заново оформлять процедуру оформления. Вот в этом, мне кажется, такой очень потенциально емкий и очень интересный, может быть непростой, потому что очень много элементов, с которыми необходимо наладить взаимодействие, журнал посещений, скут, но это все, я уверен, что все решаемые вопросы. Ну и последний слайд, на самом деле, вот такая небольшая сводная, несводная табличка, для каждого заказчика, вы решает свой кейс применения, это может быть разный кейс, я очень быстро там побегусь, например, я уже сказал, для азбуки выстраиваем терминал, терминал сканок для их карты, лояльность. Опять, мы производители, мы можем очень органично построить корпус и написать софт взаимодействия с нами. Дехенкель, он будет консультировать по огромному количеству товаров, которые у них есть на полках, понятно, что привлекать к себе внимание, потому что там в определенной локации стоять, можно спросить про состав или иной краски, азбуки, жарьи, и глядь. Здесь очень важно еще сразу рассказать, опять, выжить полезную информацию, коллеги спрашивали, я знаю, что есть такие сервисы, вам как сегодняшний мероприятий, кому-то из вас может быть интересно, заботы в софт, оборачиваться, смотрит на полку и понимает, заполненность эти полки, тут же открывает отчет. Пенсионный фонд мы взаимодействуем с их личным кабинетом, паспорт показываете роботу, выполняет автоматный договор, проверяете, все ли хорошо, и он тут же распечатывает договор, собираете, при этом всегда можете получить информацию по продукту пенсионного фонда на любые вопросы он встретит, у него огромное количество базы данных вопросов, ответов, инструкционной информации. Здесь очень важно, что в каждый кейс мы, например, прорабатываем вместе с психологом мы, например, как работать с возражениями роботов, что делать в случае, если есть агрессия, нет агрессии и так далее. На самом деле мы должны понимать на вас все только возможность проявления наших креативных качеств. Ну и вот такие последние РЖД, Метро, все прекрасно понимают, коллеги, что в следующий год этот год прошел от футбола, достаточно большое количество туристов предполагается, уже сегодня по-моему, вот поддерживают русский, английский, испанский, турецкий, китайский языки, и, конечно, от своей точки зрения в местах массового скопления людей вот такой активности на том или ином языке робот сможет поддержать зеленый залог успеха. Но и для бизнеса мы не останавливаемся на каких-то больших компаниях. Сервис-консьерж, консультирование, налегация, плаважа, прием протяжей это то, что для любого бизнеса даже малого может быть полезно помогает. Я в целом коллегию наверное даже задержался, свою часть доклада наверное закончил, очень, очень, очень бы хотел, чтобы вы поделились со мной информацией, все ли понятно, какие ключевые вопросы у вас оставили, для того, чтобы мы безусловно как-то вместе с вами попробовали решить. Еще раз, готовы слышать вас и очень рассчитываем, что вы найдете в платформе Promobot возможность для какой-то совместной коллаборации, для зарабатывания денег, для воплощения идей самых креативных, которые сегодня достаточно актуально стоят перед нами все. И я закончил, есть ли вопросы? Кирилл, прикольно про подвижное оцепление, просто я думаю, что с этой точки зрения наверное есть решения, которые специально для этого могут быть заточены, на коллюзиях ограждения практически. Но я вам в этой части что хотел бы сказать? Вообще синхронное движение робот, может быть даже не обижение, а это вообще невероятно смотрится, и здесь больше возможностей, может быть даже чем мы с вами вместе думаем, главное движение, представьте, два, три, четыре, пять роботов синхронно двигаются, а не дай бог они еще там танцуют. У нас есть там, я всегда провожу этот пример, коллеги, которые делают танец двух роботов, мальчика и девочки, и уже договорились там наперед в одном из городов сдавать в аренду этот танец на каких-то мероприятиях и там все хорошо по бизнес-модели. Да, нужно там программировать эти танцы. Ну вот, поэтому может быть следующий этап такая, как вы говорите, оцепление, да, в общем-то целом почему нет? Монусор, что с руками, насколько они функциональны? Здесь хороший вопрос сразу, чтобы не было завышенных ожиданий сегодня. Два момента. Если кто-то из коллег занимается сегодня, не знаю, рукой, хотел бы инсталлировать, мы за... Наша рука на сегодняшний день это больше для невербального общения. Да, он может пожать руку, он понимает, когда прикасаются к нему, но что-то взять, то есть у него манипулятор прямо с четким позиционированием нет, скорее больше руки это невербальное общение, чтобы людям было приятнее с ним общаться, он может жестикулировать, еще раз пожать руку, но заставить робота взять чашку с кофе, хотя опять это может быть каким-то кейсом времени, потому что ничего не мешает пока, не так быстро и так все-таки взять, но для этого наверное есть ощущение, что другие все-таки манипуляторы получают. Какие-то есть ограничения по применению промо-бота, в частности механика, включение к сети, передача данных, время, непрерывная работа, температура, хранение к сети. Так много вопросов, и в одном, да, я имею в виду, конечно, наверняка ограничения, вы понимаете, есть. Первое, что сразу хочу сказать, промо-боты, первая и вторая версия это роботы для применения только внутри помещений на сегодняшний день, значит, со всеми вытекающими требованиями к внешней среде, с точки зрения механики перемещения, но он будет перемещаться в open space, и там 5-сантиметровый порог не перееет, вот, ну там сантиметра 2, порог с него не проблема. Какие ограничения могут быть по комнате, мы не очень понимаем, скорее всего, тут в этой части нет, подключение к сети интернет, два варианта, и мы всегда советуем, что сеть подключения к интернету нужна, это постоянный мониторинг робота, это лучшие сервисы по распознаванию, но сегодня выработать можно в том числе и в оффлайне, другое дело, что качество этих сервисов не такое, как в оффлайн, поэтому это ваш выбор. Так, Дмитрий Хан, я, значит, вопрос тоже состоит из многих, «Думаю, что что касается камеры, периферия, возможность добавления все да, значит, формат SDK и IPC плюс-плюс, карты и пыль и пыль камеры вокруг и периферия, возможность добавления USB устройств можно, стереокамеры отслеживания позы, у нас этого нет, этой можно заниматься, то есть софт, которые отдельно, ну, они же и есть, которые и жесты, и позы, и какие-то изображения распознанные, поэтому притянуть сегодня возможность такая есть, опять же, нужно ресурсов понимания, как это к кейсу привязать. так, что с ограничения движения рук как-то отслеживается и не отслеживается, например, но нет, не может, да, отслеживается с этой точки зрения и отслеживает, если перед роботом то, что он там предание будет и себя, чтобы он убил у нас какого-то какого-то на данный момент реализована возможность управлять роботом удаленно сквозь эстанции, если можно по-другому словам, как это реализовано, по Wi-Fi или нет. Значит, у нас вообще на третьей версии робота мы отказались от пульта управления, а вместо этого смартфон было и куда наливаться приложение по новому году, если его можно и управлять, и аналитику получать. С точки зрения дисциплисового управления, да, нужен там, естественно, интернет, Wi-Fi, и в этом же приложении HOMOBOT есть возможность управлять HOMOBOT инстанционно, но единственное, нужно обеспечить и выключить видимость его или подключение вот той самой сервиса телеприсутствия, о котором я говорил, камера, для этого я вам показывал, третья версия есть, и можно в целом инстанционно использовать аналитику на телеприсменте. Коллеги, я так вроде бы даже понимаю, что почти на все вопросы так или иначе может быть где-то поверхностно ответил. Для меня сегодня было очень важно познакомиться с вами, посмотреть, есть ли интерес к нашему вымогу отчая речь. И хочется сказать, что в ближайшем будущем или уже с вами связались мои коллеги, или мы обязательно свяжемся, акцентировать внимание на том, что была какая-то повышенная активность от вас, пожалуйста, креативьте с идеями. Да, да, креативьте с идеями и доказывайте, что вы с ними точно справитесь, тогда мы направим вам нашего робота. Так, смотрите, смотрите, могу ли я хотим работать на роботном программисте, какие компетенции нужны, чтобы получить предложение. Вот, Алина, значит, вопрос, который вы продавали. 120 дней вы работаете с роботом, да, можно ли в течение этого времени использовать его коммерческие в течение этих 120 дней. Если промо-бот необходимо с места локации, которую мы проговорим в соглашении, вывозить, то это на усмотрение той организации, которая переручится со стороны с этого организации. Значит, хотим работать с промо-ботом, мы программисты, какие компетенции мы должны продемонстрировать. Ребята, если вы умеете программировать хоть на чем, то, значит, вы сможете написать любой кейс. А если вы умеете программировать C++, то вы сможете сделать это через наш SDK. Поэтому, если вы программист, то я считаю, что это сильность по центру успеха. Мне кажется, что вам объединить команду с ребятами, которые придумывают креативный кейс, или взять существующий кейс от наших партнеров, таких как видео, я сказал, Blackstar, или риалтерское агентство сайта, и реализовать его, собственно, для этого больше вам ничего не нужно. Значит, да, по-первых, на самом-то он был челлендж у вас будет изначально 120 дней, и я вижу вопрос, когда говорят, ну, нельзя же сделать хороший сон за два дня, потом в Москве в ходе трехдневного катания. Мы исходим, коллеги, из чего, что это будут победители Акатона, эти пять канонов, во-первых, они уже будут знакомы с SDK и с промо-борд, а во-вторых, задачи, на самом деле, которые будут ставиться прямо от этого мероприятия, демо дня, они, с одной стороны, не такие сложные будут, а с другой стороны, они будут, естественно, вам тоже заразить тем канонам, которые мы отберем для этого времени на подготовку. Друзья, если больше нет вопросов, я, наверное, собственно, что хотел рассказал, еще раз призываю вас конкурировать свою идею, отзываться на звонки наших коллег, и спасибо большое, что нашли время и послушали меня сегодня, уверен, что со многими из вас мы обязательно встретимся на следующий день. Спасибо, Адлера. Адлера.